С одной стороны, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет и не имеет противопоказаний. Но с другой стороны, стать донором может только тот человек, кто готов встать пораньше и потратить свое время, чтобы спасти чью-то жизнь. И таких людей в Республиканском центре крови сегодня довольно много. 20 апреля в Республиканском центре крови с раннего утра праздновался Национальный день донора. Совместно с автономной некоммерческой организацией «Добрая Казань» при поддержке сообщества доноров крови, благотворительного фонда «Татнефть» и приволжского регистра доноров костного мозга, волонтеры Добровольческого центра Казанского федерального университета провели благотворительную донорскую акцию. Там участники смогли сдать кровь в комфортной обстановке, познакомиться с единомышленниками и получить памятные сувениры. Конечно, главная цель этой акции – это популяризация добровольного донорства крови. В нашем университете донорское движение достаточно хорошо развивается. У нас много различных мероприятий в этом направлении. Ну и, конечно, мы не могли остаться в стороне от одного из главных праздников, главных дат и приурочили нашу акцию к этой дате. Перед тем, как непосредственно сдать кровь, донор заполняет анкету, в которой указывает необходимые сведения о состоянии своего здоровья и образе жизни. После донор сдает анализ крови из пальца в лаборатории. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина донора, а также другие показатели крови. От результатов этого анализа зависит, сможет ли человек в этот день стать донором. Далее он отправляется к врачу, который осматривает его, изучает анкету и принимает решение о допуске к сдаче крови. После следует донорский завтрак – черный чай с большим количеством сахара и печенья. Только после всех вышеперечисленных процедур донор отправляется в кабинет переливания. Любая человеческая жизнь, она важна, и донорство именно помогает продлевать эту жизнь. Хотелось бы сказать, что если у человека есть определенные мифы, если есть определенные мысли о том, что донорством заниматься не стоит и что это не полезно, пускай он обращается в Дуройский центр КФУ, мы развеем все эти мифы и докажем, что сдавать кровь не страшно, сдавать кровь здорово и полезно. Кроме того, волонтеры-медики провели познавательный квиз, где все желающие смогли получить подробную информацию о донорстве костного мозга, а также вступить в регистр доноров костного мозга. Напомним, что проект «Регистр доноров костного мозга» функционирует в Казанском Федеральном университете с 2017 года. Надежда Дик, Александр Кузнецов, Универньюс.